В верхнее пространство есть небольшое углубление, выемка. Далее показываем верхний контур губы, посмотрите внимание, к верху плавным движением раз и к уголку губы. В трехчетвертном ракурсе. Обращаю внимание, что здесь больше раскрыто, там меньше. Опять же, мы рисуем с вами в развороте. Показываем небольшую на середине выемку. Я сейчас середину подтиру, чтобы видно было выемка. И плавным движением, плавным движением создаем переход. Далее показываем нижнюю часть губы плавным движением сюда, к уголкам губы. Не резко делаем, а плавным движением. Далее, чуть-чуть ниже здесь показываем подбородок. То есть, это пространство, как правило, в тени находится. Показываю чуть-чуть. Здесь, в профиле, показываем плавный переход от губы до подбородка. Вот такой вот плавный переход происходит. Плавный переход. Итак, вот мы показали основные части. Еще раз напоминаю, что линия глаз находится строго посередине. Между надбровными дугами и линией подбородка делим пополам. Линия носа находится. Между линией носа и подбородочкой, чуть-чуть выше линии середины, находится линия губ. Об этом, уважаемые зрители, еще раз проследите. Отойдите от рисунка, проконтролируйте. Потому что, как правило, в ходе рисования, опять же, губы почему-то упали вниз. Или глаза не на том месте находятся. Далее, делим расстояние пополам от линии надбровных дуг до края формы черепа. Сейчас мы поймем, где будет заканчиваться череп. Если смотреть на примере черепа, то здесь он заканчивается на линии носа. Обращаю ваше внимание на линии носа. Относительно, опять же, черепа мы проводим вертикаль. И видим, что линия у нас располагается посередине. Далее, проводим линию. Здесь заканчивается форма черепа. То есть, вот эта линия вспомогательная нам уже не нужна. Здесь, в трехчетвертном ракурсе, обращаю ваше внимание, что вот это расстояние чуть-чуть больше, чуть-чуть больше, на миллиметра два. А далее расстояние, которое уходит у нас с вами вглубь, оно у нас под сокращение, оно меньше располагается. Меньше. Вот здесь будет располагаться линия. И форма черепа будет заканчиваться вот здесь вот. Опять же, линии лишние мы можем удалить, исправить. Итак, переходим к следующему пропорциональному соотношению, где будет располагаться нижний угол челюсти. Нижний угол челюсти. Он располагается там, где заканчивается угол губы. Угол губы. И вот здесь вот совершается плавный переход. Плавный переход от нижней, значит, получается, от ушного отверстия, слухового отверстия и плавный переход к нижней челюсти. Обращаю ваше внимание, что вот эта линия очень плавная, да, то есть здесь нужно очень такое плавное, естественное движение создать. Смотрите, как это я сделаю. Лицо, когда у нас находится в анфас, значит, здесь по линии носа мы следующее пропорциональное соотношение показываем. Это линия, линия. Тут тоже еще раз мы показываем. Линия, а будет начало, начало. Линия начала уха. Где же располагается линия уха? Тоже здесь плавное движение сделаем. И здесь. Итак, линия уха располагается, запомните, от линии носа до линии надбровных дуг. Значит, здесь располагается нижняя часть, а здесь верхняя. Обращаю ваше внимание, пространство уха кверху расширяется, к низу сужается. Вот такой вот овал происходит. Также и здесь у нас следующая пропорция уха. Опять же, линия носа, линия надбровных дуг. Не надо ее делать выше, то есть она где-то примерно на уровне, потому что на уровне вашего точки зрения здесь не происходит сокращение резкого. Далее, здесь располагается, вкратце расскажу, завиток. Сразу же на остальные ракурсы показываем. Следующая пропорция, на которую нужно обратить внимание, между линией носа и линией надбровных дуг. Делим расстояние пополам. Здесь будет располагаться скуловая кость. Вот я вам как раз ее здесь точками показываю. Скуловая кость. Здесь она чуть-чуть выпирает. Чуть-чуть выпирает. Скуловая кость. Скуловая кость плавно, плавно, скуловая кость плавно переходит в слуховое отверстие. Показываю козелок. Ушное отверстие слуховое внутреннее. И мочка уха. Более детальное ухо, конечно, нужно порисовать, поизучать. Чтобы оно у вас действительно правильно выстраивалось с точки зрения анатомии. Значит, это завиток. Внутри существует противозавиток, ушное отверстие слуховое, козелок и мочка уха. Далее, следующее пропорциональное соотношение. Между линией надбровных дуг и чуть-чуть выше делим расстояние пополам. И чуть-чуть ниже будут располагаться здесь вот лобные бугры. Лобные бугры. Лобные бугры. И чуть-чуть выше полочка, то есть чуть-чуть выше, будет располагаться волосяной покров. Волосяной покров. Волосяной покров имеет небольшое утолщение. И вот таким образом мы показываем небольшое утолщение. То есть линию уже центральной черепа я ослаблю, чтобы вам показать, как будет располагаться форма прически. То есть вот здесь вот на схеме мы как раз таки видим, да, пунктирной линии. И волосяной покров распределяется следующим образом. Но прежде чем мы его покажем, мы еще с вами не дорисовали здесь оставшуюся часть. Когда мы показали скуловую кость, то нужно показать, что она здесь в трехчетвертном ракурсе выделяется. Затем спускается вниз. Затем идет на мышцу губы чуть-чуть с утолщением. Опять же спускается вниз и идет на подбородок с утолщением. То есть на этот край, который находится у нас в трехчетвертном ракурсе, обратите особое внимание. Особое внимание. И переходим к прическе. Обращаю ваше внимание, что прическа располагается от центральной вот этой линии, да, то есть и переходит плавным движением на височную часть, на височную часть и на бакенбарды. Все, может быть, в детстве носили шапочки резиновые в бассейн. Вот как раз дизайн шапочки напоминает вот такую вот структуру. И при рисовании изображения портрета, конечно, необходимо нам вот этот вот волосяной покров, часть вот этой линии отслеживать, да, иначе у вас выйдет так, что здесь очень все ровно будет. Ну вот, то есть нужно все же смотреть внимательно и, когда вы рисуете портрет, то сравнивать, сверять и соблюдать пропорции и распределение масс, да, то есть где глаза располагаются, где линия носа, где линия волосяного покрова. То есть все-все сравнивать. И если человек зачёсывает волосы назад, то укладка волос вот таким образом происходит. То есть назад. Если же здесь чубчик, то направление волос вот таким образом делаем. Если же вверх, то опять же по направлению волос, да, исследуем. Обязательно смотрите и при рисовании учитывайте укладку волос, как человек это сделал. Вот мы показали основные пропорции и соотношение человеческого лица. Как же присостыковывается форма шеи, да, последнее, на что мы обратим внимание. Итак, форма шеи немножко прикрывается нижней челюстью. Здесь мы тоже с вами видим, да, на схеме. Но чтобы нам показать саму структуру шеи, от кончика носа до подбородка замеряем расстояние, откладываем вниз. Показываем, такая часть называется еремная ямочка. Еремная ямочка. Проводим линию, проводим линию, и по отношению, значит, еремной ямочки мы замеряем высоту головы от подбородка до макушечки и откладываем от еремной ямочки вправо и влево. Одинаковое расстояние. Одинаковое расстояние. Это и будут плечи. Далее, женская часть шеи, она немножко сужается. Мужская же, наоборот, прямо в большей степени стремится. Здесь, если мы проведем небольшой анализ и разрежем шею пополам, то есть на такую форму, то вот этой частью у нас будет являться плечи. То есть, когда будет плавный спуск плечи. Раз и два. Здесь располагается ключица. Здесь располагаются мышцы шеи. Схематично он, конечно, показал мышцы шеи. При рисовании нужно учитывать. У мужчин еще располагается здесь кадык. То есть, тоже часть формы нужно будет показать. И форма плеч здесь плавно переходит. То есть, не встык-встык, а именно вот здесь плавно. И у нас выглядит, что часть не широкоплечья. В профиле, значит, у нас шея вот таким образом будет присостыковываться. В трехчетвертном ракурсе здесь. И тоже учитывайте и ремную ямочку, расположение плеч и так далее. Итак, вот мы вкратце с вами познакомились об основных пропорциях, соотношениях частей лица. Желаю вам удачи в творчестве. И когда вы соберетесь рисовать портрет, то наверняка учтете все те пожелания и все те нюансы, которые представляет собой портрет. Мы не только с вами обращаем внимание на пропорции, но и также на характер человеческого лица, на различные его особенности и передачи психологического состояния портрета. Конечно, в дальнейшем необходимо следующим шагом изучить это анатомическую часть, как располагаются мышцы. Можно взять анатомию художника и исследовать, покопировать и поизучать. Это тоже необходимый материал, который позволяет художнику очень точно и достоверно передавать анатомические особенности лица. И, конечно, отдельно порисовать форму черепа, изучить, как располагается череп в анфас, в три четверти, в профиль и с натуры, конечно, порисовать. И, конечно, поизучать различные расположения черепа не только в основных направлениях, но и вид сверху, сбоку, снизу и так далее, чтобы больше углубиться в изучении в различных состояниях положения головы. И, конечно, когда вы будете рисовать человеческий портрет, то, конечно, необходимо как можно больше делать эскизов, набросков с натуры и зарисовок. И тогда вы приблизитесь к очень качественному и интересному результату. Спасибо всем! Подписывайтесь на наш канал на YouTube и получайте много новых полезных уроков. Субтитры создавал DimaTorzok